Депутат Госдумы Константин Бахарев встретился с юными крымчанами, которые вернулись со всемирного форума молодежи и студентов, обсудили итоги в ФМС и перспективы реализации новых проектов. Задача вот таких форумов, в первую очередь, площадка для коммуникации, то есть для прямого общения, чтобы не чиновники не чиновниками общались, даже если эти чиновники отвечают за реализацию молодежной политики и зарплату за это получают. Нет. А общаться непосредственно с теми, на кого эта политика обращена, в интересах кого эта политика проводится. Это первое. Ну и второе, опять же, это тоже своего рода социальный лифт, площадка для самореализации. Почему? Потому что в ходе вот этого прямого общения мы неожиданно для себя выявляем молодежных лидеров. Мы выявляем тех молодых людей, которые готовы уже сегодня, несмотря на свой молодой возраст, отсутствие практического опыта, уже готовы быть нашими партнерами в этой работе. Мы говорили об одном. Говорили об общем будущем. И эта тема поднималась в ходе встречи президента Российской Федерации с участниками из разных стран мира. И говорили о том, как сегодня нам вместе, и в первую очередь здесь, конечно, мы говорим о роли российской молодежи, строить наше общее будущее. Ведь сегодня Россия – это та страна, которая выходит на передовую в различных вопросах. В вопросах борьбы с международным терроризмом, в вопросах ответов на те вызовы, которые стоят перед мирами. И вот очень важно, что вот тот запал, который получила наша молодежь, на мой взгляд, ложится очень хорошо в ту концепцию, которую они будут уже воплощать у себя дома в своих регионах и строить свой, в первую очередь, наверное, маленький дом, в котором они живут. И вот с этого будет формироваться тот потенциал, который нам позволит говорить о построении нашего общего будущего. Форум не только представил интересные и разнообразные площадки, на каждой из них интересные люди и госчиновники высшего ранга. Министр иностранных дел Сергей Лавров, спортсмены, телеведущий и, конечно, президент Владимир Путин. Запомнилась, наверное, эмоционально тот момент, когда Владимир Владимирович Путин вышел на сцену неожиданно. Неожиданно его никто не ждал на этой сцене. В рамках концерта в День России на площади центральной появился неожиданно наш президент. И как иностранцы, как граждане Российской Федерации в том числе, которые немножко отвлеклись, отошли от основных концертных мероприятий, бежали, чтобы послушать его, слышать нашего президента. Вот эмоционально мне это очень хорошо запомнилось. Мне самое повезло, я был около сцены. И, конечно, вот тот заряд, который Владимир Владимирович Путин дал молодежи, подводя итоги форума и фестиваля, был очень важный. У многих участников молодежного слета в процессе общения в Сочи уже родились оригинальные идеи и концепции, которые они хотели бы реализовать в Крыму. У меня возникла такая идея, на самом деле, создать у нас в Крыму первый международный творческий фестиваль непосредственно при соучастии ребят из других стран. Потому что наладила контакты с ребятами из Беларуси, с ребятами из Канады мне удалось пообщаться. И все высказали единственную позицию, что в основном международные – это конкурсы. То, что они принимают участие в конкурсах и не всегда получают места. Им обидно, они не хотят в этом участвовать. Собственно, поэтому можно сделать фестиваль, чтобы просто обменяться этими нашими национальными культурными достояниями, показать эти различные сферы деятельности участников. И я очень надеюсь, что все-таки получится это осуществить. От своего университета я представляю Крымский фестиваль культуры с гостеризмом, я уже получаю поддержку. От некоторого он говорит вперед, действует. И теперь вот этот у меня план в разработке. Я получил колоссальный опыт в общении с ребятами из других иностранных государств в сфере журналистика. Я пообщался, я обменялся с ними опытом и знаниями в этой сфере. Соответственно, и поделился своими знаниями, и поделился своими репортажными съемками с ребятами из других иностранных государств. Все получили очень хорошее впечатление от этого фестиваля, получили новые знакомства. И в дальнейшем мы готовы с ними сотрудничать, приглашать в гости. И, как на сегодняшней встрече уже сказали, будем готовить международный форум журналистов на территории Республики Крым. Были на ВФМС не только развлекательные, но и научные площадки. Уже есть как результаты для Республики в целом, так и наработки того, что можно сделать на базе КФУ. Больше всего поразила экскурсия в образовательный центр «Сириус», поскольку это возможность одаренной молодежи реализовать себя в современных научных образовательных площадках. Конечно, сюда мы принесли идею о том, реализовать на базе центров коллективного пользования КФУ образование, подготовку школьников одаренных, подготовку детей, работу их в научных организациях и центрах КФУ для того, чтобы мы могли на высоком уровне готовить молодую, талантливую молодежь для поступления в КФУ, для того, чтобы они оставались в Крыму и работали на благо Крыма. Следующий бастион на пути к реализации таких проектов представит их в Минобразование. Глава наблюдательного совета КФУ – это глава Крыма Сергей Аксенов. Это нужно развивать, а министерство наверняка поддержит, уверен Константин Бахарев. Не сомневается, проектов по результатам формы молодежи и студентов будет реализовано много, и они пойдут на пользу Крыму и России.